Мы сейчас находимся в Казани, возле площади Доколенину. Здесь проходит согласованный массовый пикет против строительства мусоросжигательного завода под Казанью. Пикет сейчас пока немногочисленный, но проблема тем не менее явная, значимая, потому что строительство мусоросжигательного завода под Казанью уже началось. И год назад, в декабре, противники мусоросжигательного завода разбили протестный лагерь Диоксинова на дороге, ведущей к будущей строительной площадке. Этот лагерь был разогнан силами Росгвардии, ОМОНа, а те, кто там находился, порядка 20 человек, почти все получили административное взыскание. В этом году команда Диоксинова подалась на муниципальные выборы в поселок Осинова. Там, где собираются строить мусоросжигательный завод, подалась с целью пройти в муниципальные депутаты и хотя бы на низовом уровне каким-то образом повлиять на данное решение. Однако, практически вся команда была снята с выборов по надуманным предлогам. Ко многим участникам приходили домой сотрудники Центра противодействия экстремизму «Э». И сейчас, конечно, многие понимают, что прессинг очень сильный в Казани идет на активистов, и далеко не все, возможно, решаются выйти в открытую. Вот, и мы сейчас видим здесь большое количество тоже сотрудников полиции. И пикетов, наверное, ну, в соотношении один к двум, да? Вот, и сейчас мы все-таки обратимся к тем, кто здесь стоит, к тем, кто решился выйти, встать с плакатами. И, повторю, в Казани это, ну, возможно, и по всей России действительно сейчас завинчиваются гайки по отношению к активистам. Ну, тем интереснее позиция тех, кто сейчас вышел сюда. Здравствуйте, мы ведем прямой эфир «Активатика», «Фейсбук Активатики». Скажите, пожалуйста, вот у вас пикет немногочисленный, но, тем не менее, вы лично вышли, да, так сказать, не побоялись, скажем так. Почему вы здесь? То есть не против только сжигать, а перерабатывать. Если посмотреть статистику европейских стран, статистику по болезням среди населения, которые живут около мусор-жигательных заводов, вот кто посмотрит, то увидит, что там в шесть раз возрастает онкология, связанная с дыхательными путями. Это даже европейские заводы, которые максимально с соблюдением технологий выполнены, насколько мы понимаем. Да, и тем не менее, вся Европа уже отказывается от строительства новых заводов, потому что это очень большое вредо здоровью населения. Я не хочу, чтобы в нашем городе тоже был этот завод. Меня беспокоит будущее здоровье наших детей, моих внуков. Вот поэтому я здесь. Вы умираете, дети, потом рак, мрак и все. Спасибо. Это у кого задача такая стоит? Мировой правительство, так называемое. Генгей. Скажите, пожалуйста, мы сейчас ведем прямой эфир активатики. Вы стоите с плакатом МСЗ, не возобновляемая энергетика, а источник токсичных отходов. Вот, и приводятся у вас данные здесь, да? 200 тысяч в год. Вы можете вот пояснить нашим зрителям, да, что это за цифры, что за данные, и почему вы здесь? В Татарстане 10% мусора только перерабатывается, а все равно все будет сжигаться. То есть это зола 200 тысяч тонн, который будет производить, после которой будет в виде отходов, сваливаться, хотят на дорогу ее применять. Для дорожного строительства отхода, да? Да, это зола очень токсичная, она содержит диоксины, журналы. То есть люди будут травиться на наноуровне, будут выделяться такие токсичные яды, и будут действовать на генетику человека. А как вы считаете, сейчас есть какая-то возможность повлиять на строительство? Ведь оно уже началось? Или что для этого нужно? Надо, чтобы побольше людей выходили на митинги, чтобы мы довели до общественности. До общественности. То, что мусорожигательный завод, это принесет только вред для всего населения. А почему вы думаете, народу мало? Ведь года полтора назад, я помню, были митинги, которые почти, да, тысячи, но там по 700, по 800 человек, что для Казани достаточно много собирали. А почему сейчас? Вот после разгона палаточного городка, когда в самом большом палаточном городке, около полтора тысяч человек, было, да? Было. Ух ты, ага. На самом деле началось давление властей, то есть власти не хотят терять прибыль. Если мусорожигательный завод не построят, то они потеряют огромные миллиарды. А сейчас движение активности населения, вы связываетесь с тем, что задавили просто, да, после разгона? После разгона последнего палаточного лагеря, после того, что оказывается давление на активистов, которые заведены уголовные дела, страны. А вы сами в этом палаточном лагере были? Да, я был несколько раз в этом палаточном лагере, прям перед закрытым последним деньгом. А в разгон не попали в этот момент? Как раз в понедельник выбрали такой день, когда были только одним бабушечком. В основном народ раздевал. В воскресенье было много народа, а вот именно в этот день они выбрали, когда нет народа. Было только 20 бабушек. Понятно, спасибо. Здравствуйте. Сарабалейкум. Скажите, пожалуйста, вот вы здесь с плакатом «Дало МСЗ», да, но я знаю, что вы и бываете на акциях, посвященных национальной идентичности, татарских акциях, нет? Нет, на запрещенных я не бываю. Нет, нет, я имею в виду на согласованных акциях. То есть вы поддерживаете как бы и экологическое движение, и возвращение татарской идентичности. Правильно я понимаю, да? Правильно. Я, в первую очередь, я мусульманин, потом уже как бы человек. А мусульманин это, как бы, каждый мусульманин должен верить в Бога и выполнять его указания, жить по его законам. По его законам жить, значит, пользоваться тем, что нам Бог дал. А природу сохранять, это тоже какая-то? Природу нам Бог дал, и наша обязанность его сохранить, а не испортить природу. Вся беда в том, иногда мы большие деньги тратим на то, чтобы испортить природу, испоганить, а потом угадаем, что же такое случилось, зачем это все так. Тут большого как бы ума не надо, надо пару раз просто карам почитать, тогда все станет ясно и все станет на свои места. Бог нам все дал, и воздух, и воду, и пищу. И указал, чем надо нам питаться, посылал своих пророков, он всем у нас научил. Если мы будем по этой линии идти, тогда все будет у нас хорошо. А вы думаете, что МСЗ вот это вот большой вред? МСЗ, это уже научно доказано, что она вредна. Уже была и экспертиза на всех заводах, которые хотят строить. Многие заводы уже как бы отменили строительство благодаря народу. А у нас пока в Казани все-таки этот вопрос не решен. Она так и завод уже строится, а то, что она вредна, это уже доказано. Но почему его все-таки строят, это уже вопрос другой, в этом как бы должны разбираться. Мы таких полномочий не имеем, но наша обязанность, как мусульманина, как человека, это предупредить и довести информацию, что этот завод вреден для всех. И строительство этого завода не должно быть осуществлено. Это должно быть прекращено. Спасибо. Я советую немного от этих желаний. Сейчас правильно об этом поднимать разговор надо, и чтобы каждый человек задумался, как последствия. Вот как бы атомный был, что ли, настоял в Татарстане. Атомная АЭС в Камских полянах. Да, я просто поясняю зрителям, мы прямой эфир ведем, в том, что в Татарстане, получается, 20 лет назад хотели построить атомную электростанцию в Камских полянах, фактически на геологическом разломе. И под влиянием общественности, больших таких выступлений, в том числе на заводах люди тоже поддержали то, что не нужно это строить. Этот проект был заморожен. Как вы думаете, сейчас даже строительство, ведь МСЗ уже началось, есть такие силы, существует возможность заморозить этот проект уже на стадии строительства хотя бы? Это вопрос очень серьезный, я не могу конкретно сказать. Ну, просто мы посередине говорим, что как бы последствия этого слова... Может, у него есть паршивые, да, но плохие условия, извините, не забывайте. Очень опасно для человеческого жизни, для его здоровья. А у него самые ценные – это здоровье человека, который дону, он, значит, его нужно сохранять всеми возможными средствами. Кто, значит, спортом, кто, значит, другой, от другой, когда общий такой... Это уже касается всех. Собаки, им все равно, где. Спасибо. Человек должен понять, он должен регулировать. Сейчас мы ведем прямую трансляцию для фейсбука «Активатики» с массового пикета в Казани, посвященный отмене строительства мусоросжигательного завода. Напоминаю, сейчас под Казанью, рядом с поселком Осиного, началось строительство очередного мусоросжигательного завода. И в декабре 2019 года противники завода стояли с протестным лагерем на подъездных путях. Этот протестный лагерь был разогнан силами Росгвардии в том числе. Сейчас вот один из участников этого лагеря сказал, что тогда было около полутора тысяч максимальной численности этого лагеря. И после лагеря, конечно, власти стали принимать беспрецедентные меры. Практически на всех, кто был в момент разгона лагеря, были заведены дела. И в августе 2020 года активисты попытались выйти на выборы в поселке Осиного, чтобы стать муниципальными депутатами. И команду практически в полном составе, за исключение немецких человек, сняли с выборов. Причем к людям приходили сотрудники ЦП, шли обыски. То есть все было сделано очень жестко. Сейчас я вижу, что на акцию подъехал Руслан Зинатулин. Это председатель татарстанского «Яблоко». И также подъехал Альберт Гарапов, антиязерный союз. Вот он стоит. А сейчас мы пообщаемся с экологом, которого я вижу здесь, Антон Бартиков. Здравствуйте. Мы ведем прямой эфир на Facebook «Активатики». Я представила зрителям вас как эколога, правильно ли это? Правильно. Бывших экологов не бывает. Поэтому сейчас я экологический активист. Но вы с экологическим образованием. Биологическое у меня образование, КГУ. То есть я к тому, что вы можете уже с профессиональной точки зрения говорить о том, как влияют... Тем более первое образование у меня химическое. Ага. Химико-аналитик. Химико-аналитик. Как влияют мусоросжигательные заводы конкретно на человека и в принципе в целом на природу? Вот расскажите, пожалуйста, об этом. Какое влияние может быть и вообще правильно ли ставить эти мусоросжигательные заводы рядом с населенными пунктами? Или лучше их ставить где-то в заповедных отдаленных местах, где людей нет? Или вообще от них лучше отказаться? Ну, давайте сейчас определимся с географическим статусом. Я в любом случае выступаю за переработку отходов там, где они образуются. Я в любом случае за то, чтобы они перерабатывались в твердой фазе. То есть если отходы являются твердыми отходами коммунальными, то их, соответственно, не надо переводить в газообразную фазу, когда компоненты, из которых состоят эти отходы, будут свободно перемещаться по атмосфере от населенного пункта к населенному пункту и вредить везде. В этом смысле тот принцип в советское время, который был положен по обращению с отходами, это создание местных полигонов хранения отходов, он более щадящий к природе и к гражданам, чем то, что предлагает нам РТ-Инвест в виде мусоросжигательного завода. Ну вот представьте, отходы сортируются сначала, часть их перерабатывается, а в развитых странах с развитой технологией перерабатывается около 50% от объема отходов, и далее остаются какие-то хвосты. То, что не смогли рассортировать, то, что не смогли утилизировать. Ну в первую очередь ведь о них и речь. О них и речь. Об этих хвостах. И что делать с ними дальше? Если они поступают на мусоросжигательный завод, они превращаются в газообразную фазу. То есть выделяется как минимум огромный объем углекислого газа, образуется большой объем тепла, который тоже большей части уходит в атмосферу. И кроме этого мы сталкиваемся с огромным количеством газообразных полютантов, то есть загрязняющих веществ. И вот это самое опасное. Когда нас в кавычках порадовало родное правительство вести о том, что у нас рядом с Казанией будет построен мусоросжигательный завод, сразу же первое, что мы начали спрашивать, сколько этапов очистки газа, выходящего с этого завода, будет в технологическом цикле. И в итоге, когда мы узнали, конечно, сначала из прессы, потом уже стали знакомиться с технологической информацией об этом заводе, что данная технология применялась в Европе на мусоросжигательных заводах еще в 20 веке, сразу становится вопрос, а почему к нам поступают для монтажа и долговременной работы в наших условиях заводы с минимальным циклом очистки выхлопных газов. Учитывая то, что объем этих выхлопных газов, судя по мощности завода, будет просто огромным, наладить контроль на месте за таким большим объемом выбросов и выхлопов будет очень сложно. Одно дело, когда местно развита сеть лабораторий, как в Европе, где четко в режиме реального времени проводится анализ воздуха, в том числе и окружающего данное предприятие, и эти данные, в общем-то, доступны всем гражданам, а другое дело то, что нам предлагают сейчас. Рядом с городом, фактически в пешей доступности от жителей, такое мощное предприятие создает огромный объем выхлопов, плюс к тому объему, который уже идет с соседнего оргсинтеза. С соседней, там рядом находится и птицефабрика Казанская, и совхоз Майский. И вот это все усугубляет экологическую ситуацию, еще и выхлопами мусорожигательного завода. Но вы вот употребляете слово геноцид, да? Геноцид, оно имеет вполне определенный, как бы, смысл у нас в исторической связи, да? Действительно ли это не преувеличение? Действительно ли выбросы будут иметь такой эффект на население? Будут или нет, это сослагательное наклонение, применять которое довольно сложно с точки зрения юриспруденции. Пока тот вред не измерен, мы руководствуемся предполагаемым вредом. То есть, исходя из технологической схемы мусорожигательного завода... Вы изучали ее как химик, да? Да, потому что аналитическая химия, она работает уже с веществами продукта. То есть, то, что уже образуется. С целью проанализировать его опасность, безопасность, качество и чистоту. И именно у химиков будет возникать вопрос, насколько актуальны эти пробы, то есть, когда они были взяты. Там, например, раз в полгода, как нам предлагает РТ-Инвест, делать анализ по диоксинам, по серьезному яду, который будет образовываться в их лапе. Раз в полгода. А в Европе, по-моему, онлайн идет, то есть 24 часа. Либо это делается регулярно, например, раз в сутки. Либо это делается мобильными группами, которые не просто измеряют в данной конкретной точке концентрацию диоксина, а смотрят, куда в данный момент времени по ветру летит выхлоп. И измеряют непосредственно в той точке, где идет рассеивание выхлопа. Ну и автоматические станции ведь могут быть просто по контролю. Эти станции, если вы помните ситуацию с нашими автоматическими станциями, это мониторные... Когда они их вообще закрыли. Вот, их закрыли. А руководство ведь с чем? Что эти станции слишком часто регистрируют превышение ПДК. И из-за этого слишком часто наших бедных химиков-производственников штрафуют за превышение. Причем сложность в чем? Что выявив превышение ПДК, сама станция не может делать вывод о принадлежности этого выхлопа. Ну понятно, да. И она просто говорит, что вот есть вот такое. И естественно, если эти данные попадают в общий доступ, дальше уже реагирует именно население. А для власти именно это и страшно. Ну ведь для нас вот последний год, даже полтора в Казани, я сама ощущаю, что очень плохое качество воздуха, очень часто прям обонятельно можно понять, что произошел выхлоп, то есть пахнет какими-то резкими неприятными веществами. Опять-таки, если мы смотрим, ну скажем так, прикладную химию, то тот уровень, когда идет превышение ПДК, он фиксируется уже обонятельно человеком. Не у всех газов, не у ароматических. Если там верхняя граница, еще может быть кто-то и не почувствует, но если в 2-3 раза, то это обычно уже чувствуется, в полтора раза, то есть значительное превышение. Да, соответственно, если мы чувствуем эти выбросы, значит они уже идут, а станции отключены и люди не могут подтвердить. И в таких условиях нам пытаются сказать, что дополнительные выбросы будут контролироваться. Будут заглушать, и вы не почувствуете старых выбросов на этом фоне. Я сам житель советского района, я сам живу рядом непосредственно с Самосыровской свалкой. И та ситуация с мусорным газом, которая сейчас сложилась, это опять-таки идет из экономии средств. На правильно эксплуатируемом полигоне, где складируются бытовые отходы, и где ведется грамотное, в соответствии с технологическими рекомендациями, засыпка грунтом. Не происходит практические выделения свалочного газа. Свалочный газ начинает выделяться, когда слишком толстые слои мусора, при слишком тонких слоях засыпки этого мусора. И если дренажная система по отводу свалочных газов не функционирует, либо она открыта в атмосферный воздух. Что мы имеем и на полигоне Восточный сейчас, то есть все упирается в деньги. То есть когда людям говорят, ну что, у вас альтернатива или МСЗ, или вы хотите как на Самосырова, это тоже лукавит власти, да? Потому что как на Самосырова, это не должно быть даже на полигоне так, да? Ну вот по Самосыровскому полигону здесь речь опять-таки идет о деньгах. Если деньги, которые с нас со всех собираются за вывоз и утилизацию мусора, собираются, если они аккумулируются в одних руках, они должны целевым образом тратиться. Мы в данном случае видим, что недостаточны производятся технологические манипуляции с мусором. И мусор в итоге начинает либо гореть, выделяя в том числе и свалочный газ, либо он, как на полигоне Восточный, они вынуждены просто заливать его дренажными водами. И это еще более создает опасность подвижности вот этих полютантов, которые в данном случае уже в газообразной и в жидкой фазе начинают просто уходить из-за вот этого огромного тела свалки. То есть надо принципиально менять систему обращения с отходами, систему организации полигонов, улучшать ее... Делать ее ответственной и прозрачной. Если мы не делаем прозрачную систему анализа воздуха, анализа воды, которую мы пьем, то в принципе мы являемся заложниками этой ситуации, где кто-то экономит и проводит геноцид, именно геноцид населения. Потому что недостаток информации о экологическом состоянии окружающей среды ведет к незнанию населением опасностей условий своего проживания и в итоге к росту заболеваний, увеличению количества смертности, в том числе и детской. А это и называется геноцидом. Поэтому я не случайно взял сегодня именно вот этот плакат, в котором мы говорим о геноциде как последствия эксплуатации мусоросжигательного завода в условиях, подчеркну, капиталистической экономики, где главным козырем является получение прибыли. Безответственного природопользования, которое у нас... Да, безответственного природопользования. И когда это безответственное природопользование уже ведет непосредственно к ущербу здоровья, это и называется геноцидом. Спасибо. Если в капстранах, как говорится, там уже давно борются за экологию, то наши олигархи как раз борются только за деньги, которые они берут из России и отправляют на Запад. Являясь, как говорится, фактически, они становятся врагами России. Потому что деньги, взятые из России, переводятся в другие страны. Спасибо. Мы сейчас введем прямую трансляцию для фейсбука «Активатики» с массового пикета в Казани. Здесь собрались активисты, выступающие против строительства мусоросжигательного завода. Это строительство мусоросжигательного завода, несмотря на протесты, сейчас под Казани уже началось. И год назад под Казанью, на месте, рядом с местным строительством этого мусоросжигательного завода, был поставлен палаточный лагерь для Аксинова, который, по словам участников, собрал до полутора тысяч человек. Он был разогнан силами Росгвардии. И сейчас, с тех пор, конечно, активисты и противники испытывают большое давление. Вот я вижу здесь одно из активистов движения против ФССР, Ирина Никифорову, который даже в центр «Э» приходил домой и велись обыски. Ирина пыталась выдвинуться в качестве муниципального депутата в Асиновское сельское поселение. Это там, где хотят строить. Защищает этих товарищей, оперирующим на вопрос респондента от того телевизору. Это была передача, когда ему задали вопрос там очень серьезно. Вот об этом надо сказать. Ну, вернее, не олигархов. Почему не сделать? Здравствуйте. Мы ведем сейчас прямой эфир для Фейсбука «Активатики». Я уже нашим зрителям рассказала историю лагеря Диоксинова и разгона, а также того, как команду Диоксинова практически в полном составе сняли с выборов. Но вот вы были одним из кандидатов в муниципальные депутаты, и причем к кандидатам, которым, наверное, наиболее жестко меры предпринимались. Несмотря на то, что вы женщина, несмотря на то, что у вас маленькая дочка, то есть к вам с утра ворвались с обыском. Расскажите, как вот это было вообще? Мы сейчас просто видим не так много народу здесь, и те, кто не знают специфики Казани, могут подумать, что тема людей не волнует. Но я так понимаю, что это связано и с большим давлением. Вот насколько это давление велико? Что вы на своем опыте пережили? Ну, 9 сентября, с утра, ничего не предвещало такого плохого. Ко мне завалили сотрудники полиции, устроили обыск, зачитали постановление, после чего начался обыск. У меня у дочери поднялась температура, кстати, когда они появились, я думаю, что она испугалась. Не подпускали к ней в течение минут 20. Ну, они мне что сказали? Пока не подпишется постановление на обыск, мы ничего, ну, как бы, мы и не подпишем. То есть, как бы, шантажировали ребенком, которому стало плохо получать? Ну, да. Я, конечно, не сразу узнала, что у ребенка температура. Вот когда мне сказали, что у нее температура, я говорю, дайте я ей дам средства, чтобы, когда бы она чуть-чуть успокоилась, чтобы там температура понедела. Вот они сказали, вы подпишите, потом пойдете к ним. Оказать помощь. Ну, после, когда я зачитывала свое постановление, да, там были ошибки орфографические, да, я такая спрашиваю, говорю, а здесь написано, да, там что-то до марта 20-го года, что ли, говорю, здесь в постановлении. Она говорит, давайте не умничайте, типа того. Мы продолжаем. Но хочу сказать, что большой плюс в том, что у меня сильно не наследили антампу, так сказать, вот как у Русланы Зинатумовны было. Не поломали ничего. Ничего не поломали, не раскидывали, все было аккуратно. А у других? У других, вот у Русланы Зинатумовны, я знаю, что там у него устроили бардак, у боярщиков устроили бардак, у остальных, к сожалению, не могу. Знаешь, как там все-таки. Когда я у них спросила, говорю, вы что ищете-то? Они говорят, ну, возможно, какие-то финансовые потоки. Я говорю, ну, посмотрели, говорю, увидели, здесь, наверное, миллиарды проходят. Ну, просто по состоянию квартиры можно было понять, что там... А женские гинекологические помпоны не вскрывали? Нет, не вскрывали. Кстати, вот знаете, что самое интересное, как бы сказать, когда они ко мне пришли, я честно, я очень испугалась. Но когда все уже успокоилось, вот я ребенку дала уже средства, чтобы у нее температуру... Когда мы уже начали на спокойных тонах разговаривать, в принципе, я буду успокоилась. Я спросила, мне говорят, тревожный чемоданчик готовит? А они говорят, нет, вы передадите пояснение, обыск у вас проведем, типа, у вас никуда собирать не будет. Такая окей. И после этого я начала свою лепту. Я на протяжении трех часов им рассказывала о вреде мусоросжигательного завода, об альтернативах, что можно сделать. Я им на собственном опыте даже наглядно показала, как можно уменьшать образование отходов. Показала, как я сортирую свои отходы. То, что у меня нет мусорных ведра, то, что у меня только ведро для органики, которое идет в компост. Показала, чем я мою посуду. Жалко, что не показала многоразовую прокладку. Это тоже надо было, кстати, сделать. Но я думаю, что Альбертик, мой любимый, он посмотрел, видел, потому что производил обыск он. В принципе, все прошло. Ну, честно, после этого я очень расстроилась. Я прямо ушла в печальку. Ну, из-за такого отношения. Я им спрашиваю. Я думаю, что они сами поняли, что они к тому человеку зашли. Ну, как-то вот так. А сегодня пикет пришли поддержать. Я думаю, что нужно выходить и говорить об этом. И вот я как раз вот говорила нашему Раису о том, что если хочешь изменить мир, начни с себя. Ребята, давайте начинать с себя. Начинать уменьшать образование отходов. Переходить на многоразовые вещи. Читать состав продуктов. Читать состав непосредственно вещей. Смотреть. Качественные вещи выбирать. Ирина, вот такой вопрос. Участники сегодняшнего пикета старшего поколения участвовали, как бы и сами организовывали, и, как сказать, принимали участие в активности, которая позволила еще 20 лет назад заморозить строительство атомной АЭС. И как бы в тот момент строительство уже началось. Уже фактически корпуса были возведены, только не заведена туда техника, оборудование. Вот в данный момент также ведется, насколько я понимаю, строительство. На какой стадии, во-первых, оно находится, известно ли вам, первый вопрос. И второй, как вы оцениваете, можно ли будет остановить каким-то образом строительство уже после того, как объект возводится? Ну, я верю в то, что продолжать процесс надо. Продолжать процесс надо, да, у нас... Именно эта ситуация дает гарантии, что завод можно остановить, имеется в виду строительство и бот его эксплуатацию. Если же общественность где-то послабление даст, то вероятность его существования, этого завода, будет более реальной. Поэтому должно быть противостояние с аргументацией достаточно весомой, что этого нельзя допускать. Мы предлагаем как общественность альтернативу. И только таким образом я поясню. Опасность... Вот свои мои исследования, они нигде пока что не озвучены, но мои исследования по поводу фактора преждевременной смертности в 96-м году были выявлены серьезные параметры, которые были сделаны на основании Всемирной организации здравоохранения. Программа СИНДИ, это профилактика инфекционных заболеваний. И критерии в этой программе были достаточно интересны и применительны у нас в Татарстане. Дело в том, что сегодня основными факторами преждевременной смертности являются одним из показателей производственного заболевания. И такие точки, которые, можно сказать, являются опасными для жизни, здоровья, такие большие производства, как шинник в Нижнекамске и оргсинтез. Более того, в оргсинтезе выброс отходов воздуха происходит в такой плотности, что наблюдать его можно визуально из набережных Маркваш, там, где на бугре находится небольшая возвышенность. Вот с этого места лично я наблюдал, даже в ветреную погоду висит плотный смог шапка с четкими определениями границ от центра, где труба оргсинтеза до казанки. Это большой завод, который находится фактически рядом с той же площадкой, где планируется... Я к этому и веду. Это я поясняю зрителям, которые не имеют в виду. Я к этому и веду. Дело в том, что вот эта шапка, она является одной из причин эндемического состояния, дефицит йода и вызывает заболевание щитовидной железы. У меня лично мама получила это профессиональное заболевание, работа на оргсинтезе. Так вот, что удивительно, это профессиональное заболевание определяется только для работников оргсинтеза, но имеют это заболевание даже жители, которые проживают около московского рынка. Не говоря уж о Осинове и той площадке, где... Повышенный уровень вы имеете в виду, да, заболевание? Что происходит, если учитывать состав, количество предполагаемого выброса будущего мусоросжигающего завода, то их взаимодействия будут синергичны. То есть они будут усиливать друг друга и тем самым усугублять ситуацию. Это можно, если дальше по времени раскрутить, сказать следующее. Правительство создает условия для уничтожения элиты, общества. Имеется в виду цвета нации. Это учителя, это медики, те, которые проживают именно в Салават-Копуре. То есть это, поясню опять-таки, Салават-Копуре, это новостройки, район, построенный на средства социальной ипотеки, бюджетом Татарстана. Президентский район. Да, это новый микрорайон, куда переселили нуждающихся в улучшении жилищных условий, бюджетников, учителей, ведущих сотрудников предприятий, да, деятелей культуры, врачей. Об этом как раз говорит наш собеседник, что вот этот новый жилой большой массив с бюджетниками, он находится непосредственно вблизи и попадает, как бы, в орелопризнение. Он уже сейчас находится в зоне воздействия ирксинтеза. Перечисленные категории специалистов это интеллигенция нашего общества и немалая часть. При том, что красиво построенные, но нигде не высвечивается экологическое состояние этой территории. Вот это беда. А вы считаете, строительство завода можно остановить уже после того, как оно началось? Вот вы, когда АЭС останавливали, вы не участвовали в этих событиях? Я отвечу на первый вопрос. Его остановить, имеется в виду строительство, эксплуатацию этого завода, можно в случае, если не будет послабления, со стороны общественности. Вот этот потенциал противодействия с заявлением аргументации вредных веществ от этого завода послабится, то завод, конечно же, будет введен в эксплуатацию. Но даже в этом случае продолжать свои акции просто необходимо. вот этот напор, он должен быть постоянен. И только это создает уверенность и гарантию, что противодействие возымеет место в закрытии этого завода. Спасибо. Мы еще здесь видим... Здравствуйте. Берта Карабова, организатора сегодняшнего пикетирования. Здесь видим Руслана Зинатулина. Руслан, это Руслан Зинатулин, представитель татарстанского отделения Яблоко. Мы сейчас ведем фейсбук-активатики. Скажите, вот вы были в составе команды Диоксинова на выборах. И вы были одним из тех, кому вот такие репрессивные меры применялись, обыски шли. Сейчас мы видим достаточно немного народу, но как бы стало чуть-чуть больше, но тем не менее по сравнению с теми сотнями людей, которые приходили в лагерь, скажите, в каких условиях сейчас приходится бороться с МСЗ? Давление? Ну, тут не до с МСЗ, тут, наверное, вообще все политическое, общественное поле сейчас зачищено и придирает в общем-то по всему. У меня вот, мне недавно, да, там 30 часов обязательных работ за одиночный пикет. Гульнац-Равилу выдали 5 суток, хотя она была корреспондентом, просто снимала. То есть на основании показаний как бы заинтересованного лица, то есть я проводил пикет против призывного рабства и показания давал сотруднику военкомата, которому очень не нравилось, что мы стояли в руководстве. Суд это все одобрил, причем, например, у меня вот на суде, вернее, в решении суда, оно было скопировано с Чувашского дела, там прям было написано, что я не подавал уведомления в орган исполнительной власти города Чебоксар. но как бы я посмотрел эти решения, сказал при апелляции, но суд сказал, что все правильно. Сделано это просто ошибка. И как бы я не единственный, кого привлекаю, то есть у нас вот одну из активисток, Ирину Никифорову, привлекли якобы за организацию одиночных пикетов, хотя такого понятия вообще нет организации одиночных пикетов. То есть другие наши члены партии Яблоко, сторонники получили сутки в начале этого года за также одиночные пикеты против министра МВД Татарсана Кокорина. У вас обыски, я знаю, шли у многих. У Ирины мы поговорили. несколько человек, которые занимаются тоже. Это чтобы не пройти в Муньдепы? Правильно я понимаю? Я думаю, что нет, чтобы не пройти в Муньдепы, они нас просто сняли. с выборов. А это был акт запугивания, потому что любой такой обыск после каждого обыска, то есть на человека, в отношении которого проведен обыск, давит рост, потому что это очень неприятная вещь. Вот, когда переворачивают всю квартиру, я буквально недавно написал начальнику ЦП заявление, чтобы те два сотрудника, которые устроили у меня свинарник, пришли и привели в то же состояние мою помощь. Сейчас жду ответа от них. Уборку сделали? Я не прошу уборку сделать, я прошу поставить все туда, где это было. А, перевернутая мебель. Потому что у меня, я не могу даже ходить, у меня статуэтки, у меня письменные принадлежности, документы, все лежит просто вот горами. Ага. Вот, то есть они очень сильно старались, все просто перетряхивали, причем это вообще было удивительно наблюдать, такое ощущение, что я бы, конечно, сказал пожестче, но скажу так, неграмотных, безграмотных людей послали пройти обыск. Они у меня забрали мой паспорт, они забрали печать регионального отделения, они забрали заявки на финансирование, забрали протоколы заседания контрольной регионной комиссии партии Яблоко. То есть к этому делу не имеющее отношение. Мало того, они забирали все, что было написано иностранном языке. они забрали ксерокопию книги, по которой я в свое время сдавал кандидатский экзамен по избирательным компаниям ксерокопии книги. Потому что они читать-то не умеют, как бы грамотность ноль, поэтому как бы они не понимают. То есть все, что можно подвести под понятие документа, они прибежали, радостные, мы нашли валюту, значит, принесли 4 гривны, следователь посмотрел на нее, что это такое, я говорю, я собираю как бы деньги, монеты и банкноты. То есть у меня с Украины было там 4 гривны, по 2 гривны 2 бумажки. это вообще какой-то просто идиотизм был. Причем фамилия у кого провести обыск была не моя, но их это не остановило. Они решили проводить обыск по решению следователя. Я сказал, что я спецсубъект, он сказал, что я в уголовном кодексе, по уголовному кодексе вы не спецсубъект, есть еще избирательный кодекс, говорит, но мне все равно. Потом, когда я пришел, попросил ознакомиться с его решением, все раз, он говорит, а мы все-таки передумали и решили проводить решение суда. Я говорю, не моя же фамилия, там, ну, адрес же ваш. Им было все равно, как бы, моя фамилия, не моя, там, спецсубъект. А сейчас, какое положение с заводом, то есть, на какой стадии вы ездили, смотрели, строились? Завод строится достаточно активно. Что там есть? Там обнесено забором, по-моему, уже первый этаж они как там сварили, что ли? Ага, сейчас... Там бетонная, что ли, конструкция? Я издалека, там дело в том, что там стоят эти дебилы из этого, из ЧОПа, которые считают, что дорога, которая строилась на общественные деньги, это их дорога. То есть, они даже подъехать близко и нормально отснять не дают, да? Была лесополоса, а вот где лагерь был, они вот там ставят машины, хотя там парковаться нельзя, но им все равно, они ставят машины и никого не пропускают. Ага. Вот. Поэтому сложно понять, из какого материала, да? Ну, первый этаж там какой-то есть. Да, там сейчас, по-моему, его утепляют какими-то панелями. Вот. Я не знаю, с чего они сделаны. Ну, как вы думаете, есть еще шансы на какой-то стадии это заморозить, пусть даже после возведения? Я думаю, что если будет меняться политическая ситуация, это возможно. Это первое. Второе, учитывая, как они построили дорогу, есть большая вероятность, что у них этот завод просто развалится. Потому что там, по моему мнению, воруют все, кто сколько может и строят так, как, ну, и так пойдет. Поэтому у нас уже есть пример, я не помню, на Рафаминский завод, в Подмосковье, где у них треснул фундамент. То есть, я не исключаю, что здесь тоже все треснет. Главное, чтобы это все треснуло и развалилось до введения до в эксплуатацию, потому что, если в процессе то будут экологические катастрофы. но он вообще, сам завод это экологическая катастрофа. До сих пор ведь не выдали в полном объеме документацию, поэтому мы до сих пор не знаем, насколько этот завод отвечает требования, насколько он опасен. Соответственно, мы не можем провести сейчас свою, как бы, независимую экспертизу, заказать ее. Потому что полной документации нет. Несмотря на решение суда нас. Да, они привезли, но там незаверенные какие-то вещи, там еще что-то. То есть, часть, уже первый раз они привезли вообще какие-то просто макулатуры никак не соответствующие требования. Сейчас часть соответствует, часть не соответствует. Но это же как бы нельзя здесь посмотрел, а здесь не посмотрел. То есть, это они так обычно экспертизу проводят. Могут даже не читаться. Вот. А у нас мы хотим именно действительно посмотреть и понять как бы что, насколько этот завод отвечает требованиям. Спасибо. Спасибо. Между тем, здесь продолжается массовый пикет против строительства мусоросжигательного завода. Вот мы видим здесь вот такую вот интересную инсталляцию. за свое потомство. В Китае вот сейчас тоже отказываются от мусоросжигательных предприятий. В Японии там вообще идет полная переработка. В Европе то же самое. разумное выхо из положения. Скажите, пожалуйста, кому-то невыгодно. Кармани ничего не будет. Мы ведем прямой эфир для Фейсбука Активатики. Вот я вижу у вас такую вот интересную инсталляцию. Вы можете объяснить нашим зрителям,